и доброго времени суток дорогие друзья дорогие подписчики и зрители канала с вами вновь фичи и сегодня я приветствую вас в далеко не регулярной но все-таки выходящие рубрики давайте пощупаем и сегодня мы будем щупать игру дракен санк онлайн это ммо это скажу вам более по сути браузерное ммо но ммо весьма достойная и например в частности хотя бы по графике которую вы уже видите на окне выбора персонажа а дело все в том что для браузерки как раз таки такая графика она высший шик блеск и красота особенности на момент выхода игры а это было в уже достаточно далеком ну не слишком но прилично далеком 2011 году потому что тогда в принципе аналогов этого не было я точно не знаю какой тут движок но во всяком случае запуск игры требует запуска java это если играть в браузере кроме того вы просто можете скачать себе клиент игры на компьютер и играть не в браузере хотя думаю без джаусера но не обойдется ладно чем разглагольствовать давайте сразу покажу вам например создание персонажа ну и пойдем потихоньку по порядку от одного к другому у меня так-то уже персонажи есть тут ара который это 10 уровня пара механист находится который сейчас в гримфорде вот но как бы давайте все-таки глянем кто тут вообще еще есть а есть у нас классические вот воин собственно воин дракона все дела ну боец ближнего боя и прочее прочее есть маг круга это волшебник есть ледопыт понятно что лучник думаю ну и собственно пара механист это такой я не знаю даже может класс поддержки или кем он является немножко затрудняюсь ответить честно говоря но в общем с огнестрелом работает с боевыми механизмами стимпанков вот точно стимпанковский гномик ну и в частности что еще тут при кастомизации можно можно выбрать пол опа такая вот бабища давайте посмотрим как выглядят еще бабищи вот такая магичка потом вот следопытка блонди и пара механистка вот гномка вообще странно выглядит честно говоря ну да ладно кстати у данной игры на самом деле корни насколько я знаю несколько более глубокие чем могло бы быть игра появилась не спонтанно ровно по стольку поскольку были даже какие-то однопользовательские ролевки вот так что наверняка у игры есть какая-то богатая вселенная и прочее прочее но я вообще не в курсах поскольку не играл прошлой части но это ммо в частности у теперича уже она немецкая студию опять же не назову поскольку не знаю да можно было подготовиться там прочитать и простуде и прочее но мне как-то было влом не именно хотелось показать саму игру достаточно качественно ну давайте я не буду создавать нового персонажа просто потому что для его удаления придется потратить вот эти вот иноманты так они называются это валюта за реал которую конечно в игре тут зарабатывать можно но представьте на удаление персонажа она тратится причем там 200 иномантов я короче и так угробил часть средства их стартовых которых бесплатно давали ну ладно хватит слов давайте теперь посмотрим ну кастомизация вы сами видели не шибко богатая но она и не особо важно на самом деле и так как вы уже видите карта внешний вид у нас камера в игре так чуть отойду она у нас как это называется по моему это называется вид изометрический хотя могу ошибаться я не помню но в общем короче вид как в диабло скажу вам больше эта игра она по сути и есть как диабло во многих отношениях ближе всего к 3 вот только небольшой сюрприз это не клон диабло ровно постольку поскольку как я уже говорил если прошлая часть то может и были клонами но тут получается так что 3 диабло это как раз во многом клон данной игры поскольку она реально вышла во первых раньше во вторых близарды скорее всего как раз таки многие идеи отсюда и позаимствовали как в общем-то в свое время они вселенную starcraft это скоммуниздили у тех кто придумал вархаммер потому что думаю глупо отрицать что вселенная starcraft это по сути очень урезанная сильно упрощенная версия вселенной вархаммер 40 тысяч кто с этим не согласен но не знаю это довольно странно так давайте ладно пойдем по порядку далее поскольку это мама то понятное дело у нас есть ежи ежедневные задания но тут это ну да испытание дня все дела при этом вам дается на выбор три задания и вы сами уже вольны выбирать что вы хотите сегодня делать и это очень очень круто то есть и как обычно большинстве мама вот вам ежа хотите делайте хотите нет но вот четко наши условия а здесь вы вольны выбрать и вот мы можем убить 100 достойных монстров за это получим волшебное оснащение то есть какую-то синюю шмотку под наш уровень что очень неплохо потом мы можем убить 15 достойных игроков и получить я не знаю честно говоря что это а стоп судя по всему три серебряных хотя могу ошибаться нет навряд ли три серебряных это я не знаю что за штука но видимо какая-то валюта и мы можем изготовить один предмет на верстаке вот только поправочка я еще не видел тут верстака я без понятия как тут устроена система крафта и к сожалению ничего с этим поделать не смогу хотя вот эти вот очки знаний или как они называются они мне бы пригодились для прокачки но опять же по порядку сейчас я возьму себе убейте 100 достойных монстров квест да если вы принять за это испытание то выбрать другое сможете только завтра понимаю согласен хорошо далее ну тут понятно народ вокруг это все дела что еще вот бонус за ежедневный вход я второй день играю в игру вчера немножко побегал чтобы как говорится можно было что-то рассказать чтобы хоть чё-то уже знал чуть-чуть так поздравляем вы заходили в игру два дня подряд ну и в общем за это мы получаем небольшой сундук сюрпризом и также получаем универсальный эликсир штука весьма полезная особенности на фоне того что лечилки всякие тут они как бы за внимание донат да поскольку игра фри-то-плейная условно бесплатная тут довольно много донатных штук хотя конечно эликсир вроде как на фармить можно но это такой гемор но с другой стороны они тут особо и не нужны почему именно поймете опять же когда до этого дойдет ну и до падения цен все дела как обычно штуки разные продаются вот шашлыки из задницы сатира а нет из языка сатира с луком ну не велика разница я не думаю что у сатиров язык по вкусу сильно отличается от задницы хотя я сам не пробовал может это тот еще деликатес душистый кто-то там лерки и кер короче хавчик продается а хавчик дает бафы все просто на у кого-то тут питомец или что это я смотрю да забавно такая феечка рядом летает ладно значит вид сверху все нормально все понятно чат я кстати прикрою наверное так как тебя свернуть чат мне особо не нужен только место занимает далее кстати тут еще по достижению какого-то уровня вам дается значит премиум и говорю сразу то лучше до этого не тратьте одну вещь а именно не тратьте вот это кристаллы правды они здесь используются для того чтобы опознавать не идентифицированные вещи и чем более крутая вещь тема значит больше вам понадобится этих кристаллов фишка в том что эти кристаллы опять же можно получить либо за донатную валюту которую можно получать в игре конечно по крайней мере за квесты и и выдают я не знаю может быть ее еще можно и фармить вот тут я уже сто процентов дать вам не могу извиняйте но так или иначе эти штуки лучше поберечь потому что если вы например первые там три дня по сути с момента как вы докачаетесь до того там уровня начального я а это не реально недалеко там я не помню пятна пятый шестой уровень где-то так и вам дают его на три дня премиум так вот лучше не тратить потому что пока у вас активен премиум вы собственно можете бесплатно не знаю идентифицировать вещи там еще всякие плюшки бесплатно есть ну короче намного все проще в этом плане жизнь легче да кстати мне бы не мешало распродать весь этот хлам который у меня тут накопился на то много всякого лута много хабара поэтому давайте как раз таки и продадим все это дело так навыки не то вот у нас а так и где у нас карта 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 вот карту можно включить как в уголке можно как в какой-нибудь опять же привычной диабли поверх экраны тут она реально загораживает вид у хотя все равно видно но она тут реально на весь экран я еще кстати не полноэкранном режиме сейчас играю просто потому что игра запущена через браузер я клиенту себя не устанавливал ну как бы не нашел в этом потребности соответственно приходится писать захватом экрана с помощью бандикама так давайте подойдем к кузнецу даль вещи тут еще имеют свойства у нас ломаться вот соответственно можно и отремонтировать чё у меня тут на 12 серебра поломано ну хорошо давайте отремонтирую в плане расплавить предмет я не совсем так и понял что же это такое вот при вырасплавлении предмет будет уничтожены все содержащиеся в нем глифы мощи вновь станут доступны я так понимаю что эта фишка ну да эта фишка по ходу дела работает только на вещи которые мы затачивали с помощью как раз этих неких а нет смотрите вот пом можно такие штуки плавить не знал не знал теперь буду знать пригодится тогда интересно это что нам дадут а как раз вот эти самые видимо глифы мощи да а глифы мощи то тут тратится уже на заточку вещей все теперь понял значит цветные вещи мы можем так вот разбирать но заодно попутно я еще не до конца все знаю так что как раз некоторые вещи вместе с вами сейчас буквально таки в живую ну почти в живую вы запись смотрите а я так но в общем познаем хорошо так расплавляем отлично у нас 99 этих самых глифов так и и и и и у нас тут еще вещь есть неопознанная до улучшенная шапочка шапочка чё щапочка щапочка да так уровень предмета 4 плюс 5 даю да стоп это шапочка это по моему амулет а цепочка футать шапочка да все так это дает чуть-чуть урона но и у нее три слота под камушки да здесь у нас эффект критического урона плюс 5 давайте все таки наверное эту штучку надену не знаю а тура сплавим опять же коль уж на то пошло и получим еще 11 этих самых глифов далее чё еще у нас есть вот улучшение предмета собственно можно так кликать подходить к кузнецу можно намного проще сделать вот так кликнуть например по вещи красным значком тут показано то что вещь уже устарела ну а циферка насколько понимаю отображает уровень вещи надетой на вас что тоже как бы не весьма неплохо ну вот докуда можно прокачивать вещи по уровню честно говоря я без понятия по шпе поскольку я листал ли стал на уровне 40 50 точно в общем накликал но так до конца как говорится не дошел дальше мне было влом щелкать но в общем то за . она есть имеет место быть так что вы при желании не знаю можете вкладывать там хренову тучу этих самых глифов и как говорится бегать с тем что имеете там чуть ли не до скончания веков покуда игра существовать по крайней мере будет вот но я тратить сейчас их не буду я только сейчас блин узнал знал бы ранее поплавил себе на эти глифы и позатачивал бы шмот ну что поделаешь так но это особенно актуально когда вы находите какие-то легендарки или вроде того ну а на ремонт посмотрели давайте теперь продадим все лишнее продажа продажа осуществляется весьма просто так надо сундук не продать только продажа осуществляется весьма просто правым щелчком мыши что примечательно вы продаете по сути насколько я понимаю за полную стоимость вещь при этом что более еще интересно продаете то вы ее за полную вещь но есть веселый момент вы можете конечно и обратно выкупить но опять же за ту сумму за которую вы ее и продали то есть так все довольно не знаю на самом деле круто как по мне поскольку это явление не часто кстати еще для тех кто играл во всякие там линейдж 2 вот посмотрите на эту вещь слова слабая эссенция боя по сути штучка которая на время бафает ваше оружие привет соскам ну кто играл в линягу тот понял о чем я весьма тоже забавный такой момент кто бы подумал что в этой игре будут соски это прям возвращение в детство для думаю на самом деле многих особенно старых закоренелых а мама мой игроков хотя я в линягу на самом деле играл довольно мало чё то она меня как-то не затянуло так уж сложилось вот так ну а тем кто более уже старой закалки мамопер мм опер как звучит то то им это думаю будет греть сердце душу очень печки очень печки да печень почки и все что надо ну да ну как обычно у вендора особо покупать нечего на самом деле по сравнению с теми вещами которые на мне сейчас одеты у него продается всякое гуана тамама гуантанама да хотя вот ну нет нет хороших вещей я уже на себя у него не найду так что тут неписи имеет смысл только сбагривать реально хороший шмот он уже падает так далее в этой игре также есть пвп я не знаю если тут какой-нибудь на самом деле выбор серверов возможно я выбрал себе как-то пве сервер ну хотя в другом городе я видел возможность вроде как можно включить открытый пвп режим да и видел игроков с красными никами что как бы намекает тоже на пвп но в общем тут есть возможность зайти на пвп аренки с разными правилами и пвп тут тоже весьма на самом деле важная составляющая почему я пока что не показываю боевкой прочее поскольку хочу вначале рассказать о разных аспектах так задание это квесты меня блин куча квестов максимум одновременно у вас может быть 8 квестов активировано ну квесты тут подходите к неписи уберете он там вам рассказывает вы соглашаетесь потом идете туда куда он вас послал вот кстати на манты о чем я говорил можно зарабатывать эту самую валюту которая как бы донатного тут за этот квест вообще дают 10 иномантов то есть неплохо ну квесты это квесты здесь у нас параметры персонажа то есть можно посмотреть стату его там туда-сюда и отдельно есть пвп статистика как видите я дошел по рангу до кандидата но я полное днище хотя вчера убил 12 игроков победил точнее в 12 состязаниях это состязание вот как раз на этом аренка пвп в одиночку из группа и это наверное за исключением состязания ну да это уже вольном пвп имеется ввиду вот выиграл состязание я при этом ну чисто дуэльные были один на один шесть штук хотя сыграл 17 ну в принципе думаю для начала чуть меньше половины я тем более нуб тут полнейший еще никак к управлению не привыкну потом дуэли я выиграл 5 из 15 да и как-то странная статистика получается и группа против группы один из двух матчей немножко не понял статистику вроде больше сыграл и как-то иначе но не знаю таланты вот у нас собственно кстати прокачка дерево талантов и давайте быстренько по порядку но это значок есть с премиумом вообще можно кстати сбрасывать таланты и перекачиваться как хочешь бесплатно премиум тут принципе недорогой курс точный не знаю но там реально копейки на самом деле на месяц премиум по моему стоит но не знаю может рублей 40 может где-то так ну короче на самом деле тут премиум довольно дешевый я не вкладывал и не особо не собираюсь потому что возможно игру и заброшу но пока что играть буду пока что мне интересно и вам советую кто любит диаблу кто любит подобное попробуйте во всяком случае ссылочка будет кстати на игру в описании по моему ссылка ведет как раз напрямик на регистрацию так что вот так ну и плюс там некоторые реферальные плюшки опять же есть система реферальная так что коль хотите помочь то милости просим опять же но они то сами просто зайдете через интернет там найдете дракенсанг только сразу говорю . ком я по крайней мере на этом играю а есть еще ru но разницы никакой я играю на европейском сервере в общем получается то есть ком ладно разберете ссылка в любом случае для удобства все таки будет в описании видео так так вот во первых нам по этой ветке по ветке опыта каждый уровень дается одно очко которое мы можем сюда вкладывать фишка в чем во первых прокачивается центральный столбец и чисто центральный столбец у нас каждое очко дает плюс одну единицу базового урона и плюс 24 единицы здоровья во вторых по достижении определенной планки у нас открывается возможность изучить пассивки пассивки как вы думаю уже поняли одну из двух выбираем вот у меня например здесь выбрана быстрая стрельба каждого попадания вашего навыка быстрая стрельба увеличивает скорость атаки на пять процентов в течение одной секунды этот эффект можно увеличить пять раз пока вы не достигнете максимального эффекта 25 процентов к скорости атаки на выбор было еще вот большой взрыв увеличивает урон от вашего навыка граната на 50 процентов но лишает его эффекта замедления врага я так подумал замедление все-таки штука нужная поэтому не стал ну и плюс вот легкое обмундирование в общем с этим думаю понятно далее центральный столбец здесь все посложнее здесь нужны вот эти древнейшие знания которых у меня сейчас 21 штука они за что даются то древние знания можно получить за прохождение ежедневных испытаний также от побежденных врагов которые также приносят опыт то есть можно принципе на арене их фармить ну или просто в пвп как-то да либо выполнять ежи но я не знаю пока где находится этот верстак я не нашел тут еще где делается крафт а то бы может попробовал как раз заработать те там 200 очков или сколько и получил бы соответственно это тоже дает вам плюс один процент базового урона и плюс один процент к здоровью опять же это очень хорошо то есть по сути опять же усиление вас плюс здесь по этой ветке уже будут всякие полезные нишки открываться как вот например возврат древнейшие знания посвящают вас тайны возврата этот талант позволяет вам любое время телепортироваться последний город в котором вы находились до этого фишка в том что сколько стоит перемещение через местные телепорты я не знаю через камни телепорта поскольку у меня пока премиум а до этого я их не касался но в общем это куда как удобнее будет возможность использовать подобную штуку здесь далее откроется кобальт казначей до этого вы не можете использовать вас воспользоваться по сути услугами банка склада то есть вы вынуждены все это весь лут таскать с собой или сбагривать вот такой вот момент получается причем надо сказать что казначей находится в следующем городе начальном поселении его нету там потом умение 7 тропы в брать бой один дополнительный навык там верховая езда короче разные полезные плюшки ну и по вот этой ветке который прокачивается уже за значки славы которые вы зарабатываете просто-напросто в пвп здесь тоже прокачка идет повысить уровень талантов славы что дает следующий уровень талантов вот соответственно но это больше для уже пвп собственно как не трудно догадаться и здесь у меня на данный момент задиристость прокачана наносимый игрокам урон увеличивается на 15 процентов кстати еще в качестве телепортации можно использовать такую вещь берем запускаем дуэль и спокойно например там где-нибудь шаримся ждем дуэли проходим дуэль а потом вас в итоге после дуэли можно можно вернуться в город тем более пвп как я уже сказал тут вещь нужная ну а давайте пока что я пойду в следующую локацию и заодно наконец-таки покажу вам чуть-чуть боевку вот кидаю гранатку да вы думаю уже поняли ощущаете что очень похоже на диаблу пруд орды монстров ну пока что тут не орды тут конечно мелочевка прям совсем прет ну что поделаешь эти соски или как их правильно называть тут эссенцию я спокойно сейчас трачу все равно особо заморачиваться смысла не вижу так сейчас пойду пока что следующую локу там мне кстати навешивают весьма нехило надо признать я там поначалу охраневал пока квест выполнял но мне в любом случае туда надо вот а локации тут кстати достаточно большие и касательно все размеров мира вот он и смотрите видите кусочки 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 да наверное через карту телепорта можно было лучше показать но в общем думаю представляете масштаб безумия масштаб действа и к более того локации как вы видите они не маленькие ну да мне тут предлагают выгодное предложение со скидкой в сто пятьдесят процентов за четыре тысячи иномантов мне предлагают чё автомат чего а пистоль просто очень похож на автомат внешне но в принципе для гнома это вполне нормально он и такое соорудит какой-нибудь местный фэнтезийный калашников запросто сейчас-то я с чем там с каким-то вообще ну не знаю это чё за базука у меня хоть так меня сейчас 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 ну да типа оружие окей касательно вообще доната как я уже сказал он здесь но он на самом деле не критичен вот кстати состязание найдено нам нашли соперника сейчас пойдем на пвп на аренку дуэли один на один в любом случае вы тут кстати даже когда проигрываете немножко медальки получаете что есть хорошо поскольку иначе вот было напряжно тем более есть пвп задания на такие вещи ой-ой-ой что-то я тупанул во беги 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 форест беги беги лес которым управляют а все меня натянули до чё-то я тупанул но во время комментирования на пвп вообще не сосредоточиться в дуэли один на один игра идет два раунда вот я ставлю турельку ставлю турельку эй я поставил турельку какого лешего я не поставил турельку я же ставил турельку несправедливо так 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 ай-яй-яй летаем 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 давай refrigerados турельку 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 пуля моя не хочет воздаваться я Ай-яй-яй-яй-яй. 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 Летим. Летим на паровом двигателе. Да, паромеханист он летает на джетпаке паровом, что тоже весьма доставляет, по крайней мере мне. Так-так-так-так. Блин, варвара с этими фрешками надо было, наверное, его всё-таки брать и тупо расстреливать, потому что это не вариант. Ну, я нуб в дуэлях. В любом случае, получил 22 этих самых славы или как её назвать. И неважно, не суть. Думаю, пвп вы поняли какое. Тут, опять же, в зависимости от ваших умений. Да, кстати, касательно умений-то я не показал совсем. Вот, это таланты. А по мере взятия уровней у вас ещё открываются как раз-таки скиллы. Открываются они сами просто по достижению. Но, понятное дело, использовать всё вы не сможете. Один скилл на левую кнопку мыши, другой на правую, как мне тут догадаться. И здесь у вас ещё есть панелька. Ну, на первую ячейку у меня стоит лечилка по умолчанию, которая туда поставилась. А так, можете, в принципе, даже все ячейки заполнить умениями. Ну, и дополнительно открываете как раз за те самые знания. Вот так вот. Касательно подземелий. Тут, кстати, есть ещё вроде как платные подземелия. Ну, я, по крайней мере, одно видел. Туда по квесту мне дали, конечно, пропуск. И я его бесплатно, получается, прошёл. Но, в целом, есть такая фишка, что пропуск за реал, получается. Хотя, опять же, возможно, игровым путём и можно приобрести этот самый пропуск тоже как-то. Кто его знает, я... Вот это я не знаю уже, ребят. Я же говорю, играю второй день и вчера совсем немножко побегал в этой игре. Вот так вот. Хочу сейчас всё-таки дойти до второй локи, показать её вам. Локации тут тоже весьма разнообразны, на самом деле. Внешне различаются. Но это и вполне понятно, в зависимости от местности. Это пока что тут всякая шушера бегает мелкая. Хотя и выглядят вот эти, например, здоровяки довольно бодренько. Так, рыба. Мне, кстати, по квесту надо рыбу. Оказывается, да. Тут магия. Ну, маг. Да, выглядит эпично. Вроде кажется, они легиционной машиной. Но, реально, в ближнем бою он из-за легиционной машины превращается в просто что-то несуразное. Да, кстати, по поводу шлечилок я сказал, что они на самом деле особо не нужны и не критичны. Фишка как раз вот. Вот эти сферки здоровья. И в частности, в третьей Диабли как раз-таки идейку, например, с теми же сферами здоровья и позаимствовали у данной игры. Как пример. Это одна из составляющей. Да и, кстати, посмотрите по уровню графики. Это браузерка, я повторяю. Но, вы сами видите, браузерка не шибко-то на самом деле отличается от графики той же третьей Диабли. Он может чуть похуже. Но, честно говоря, я не думаю, что третья Диабла особо уж сильно ушла. Да, тут, конечно, эффектов, может быть, прям такого пестрого обилия нету. Но, согласитесь, для браузерной всё просто шик-арно. Вот. Так что, так что. О, дождик даже пошёл. То есть, погодка меняется. Разве что время суток не меняется. Но не суть. Насчёт ивентов и прочего от администрации, там, подобных вещей, тут я уж не знаю. Ну, а донат? Ну, донат он есть. Игра бы без него не существовала. Тут вот он, донатный магазин. А, но, знаете, ребят, в принципе, в принципе, донат тут не кричичен. Можно приобретать всякие временные бусты, усилялки, там, деле, на лечение, вот эти штуки. Ну, да, камни для вставки в шмот можно какие-то приобрести. Но, в целом, я думаю, что всё это можно и просто гриндом пополучать. Либо выменять, выторговать у других игроков. Да, у других игроков. Так что, на самом деле, на самом деле, всё это... Так. Больше для красоты... Ну, да, есть ещё для красоты, собственно говоря, всякие ништяки. Там, как раз, по-моему, питомцы какие-то, чисто декоративные. Плюс, там, собственно, ездовые животные маунты, для которых всё равно нужно ещё прокачиваться и прокачиваться, гриндить. Ну, в целом, короче, любите гринд, милости просим. Любите хакан слэш, милости просим. Любите, я не знаю, там, Диаблу и тому подобное. Опять же, милости просим. И, в целом, игра, на самом деле, бодренькая. Лично я буду играть. Кроме того, она же локализована. То есть, тут, на самом деле, вроде вполне неплохой сюжет. Правда, я его нифига не читал. Вчера чисто так бегал и этого персонажа. Думаю, нового, коль создам, то уже... И почитаю сюжетку нормально. Пока что немножко того было. Да, вот тут уже монстры позлее бегают. Тут их больше. Вот, я сейчас использую умение гранаты. Это массовое такое поражение тоже. Вот, эссенцию, опять же, подобрали. А, вот, тут ведьмы всякие бегают, да? Держите, держите, держите. Опа, хопа, пау, пау. Ну, я бегаю за гномиков. Он такой бодренький. Кстати, еще один момент. Изначально вам класс парамеханиста будет недоступен. Для того, чтобы за него играть, нужно докачать там одного персонажа до, по-моему, то ли 30-го, то ли 35-го где-то уровня. Либо приобрести конкретного персонажа за донат. Возможность его активировать. Использовать, точнее. Либо, либо получить премиум. И мы, короче говоря, можете сделать себе тогда одного из конкретно полностью бесплатных персов. Вот, кстати, кто-то был в вольном ПВП, вроде как, я не понял. Или что, у него красный ник. Что-то я не пойму. Что-то я не пойму, ладно, не суть. Так вот, либо, ну да, докачать его до определенного уровня, там, я же говорю, пятый или шестой, получаете премиум. И спокойно в меню выбора персонажа можете уже делать парамеханиста, коль его захотите. Мне этот класс изначально приглянулся, интересно, такой гном. Я же говорю, с техникой. Кстати, я забыл опять турельку поставить. На самом деле, штука полезная. Можете, когда у вас с особенностями не особо хорошо все обстоит со здоровьем, просто брать и ставить турельку. У нее есть радиус действия. И бегать вокруг, а она будет справляться с вашими врагами. Атакует, может, и не шибко сильно, но в любом случае это весьма полезно так. Ну вот. В общем-то, на самом деле, я основное показал в данной игре. Дальше, думаю, уже посмотрите все дело сами. Будете и квесты читать, кому интересно. Ну или просто рубиться. А в целом, ссылка, опять же, как я уже говорил ранее в видео, будет в описании. Попробуйте, во всяком случае, пощупайте. Вдруг вам понравится, вдруг зацепит. В самом деле. Потому что есть еще одна хорошая игра. Вот такая, тоже дьявлообразная, но там поприкольнее, конечно. Там много аспектов. Но она, к сожалению, не на русском, поэтому я ее на канале пока и проходить не буду. Так, может быть, сделаю либо конкретный обзор. Есть мыслишка попробовать обзор сделать, а не в рамках рубрики. Давайте пощупаем. Ну, либо, собственно, как раз в рамках уже данной рубрики покажу. Посмотрим. Пока что загадывать заранее ничего не буду. Не планирую от слова совсем. Вот. Ну и ладно, что же. Надеюсь, вам понравилось так или иначе. Ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Пробуйте данную игру. Как я уже сказал, я вам ее советую. Ссылка будет в описании. И всех вам благ, удачи, пока.